Всем привет! С вами Анна. Сегодня мы поговорим с вами о суффиксах английского языка, узнаем, зачем они нужны и посмотрим, какие части речи мы можем образовать с помощью суффиксов. Итак, что такое суффикс? Из школьного курса русского языка вы наверняка помните, что это часть слова, которая стоит после корня. С помощью суффиксов мы образовываем новые слова или новые формы слов. В английском языке суффиксы работают так же, как и в русском. Однако, если сравнивать, английских суффиксов меньше, что не может не радовать студентов. Давайте рассмотрим некоторые из них. Одним из самых узнаваемых суффиксов является er-o-r. Это так называемый суффикс деятеля или орудия. С помощью него можно образовать существительное от глагола. Например, to build a builder, to translate a translator. Получившееся существительное может обозначать устройство, производящее действие, выраженное изначальным глаголом, или лицо, выполняющее это действие. Например, to teach a teacher, to act an actor, to play a player, to elevate an elevator. Если же глагол, от которого мы образовываем существительное, оканчивается на букву i, то присоединяется только буква r. Например, to dance a dancer, to bake a baker, to use a user, to make a maker. Такой способ образования существительных от глаголов достаточно распространен в английском языке. Многие слова, получившиеся в результате, не имеют однозначного эквивалента в русском языке, и поэтому были просто позаимствованы одновременно с предметами или устройствами, которые они обозначают. Таких англицизмов в русском языке сейчас огромное количество, и вы наверняка с ними сталкивались. Например, Итак, что мы сегодня узнали? Суффикс – это часть слова, следующая за корнем, с помощью которой можно образовывать новые слова. Один из самых распространенных суффиксов – это так называемый суффикс деятели или орудия. Он служит для образования существительных от глаголов. Давайте еще раз взглянем на примеры сегодняшнего урока. На сегодня все. Надеюсь, мой урок был полезен для вас. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok